На Московии принято засекречивать все, что так или иначе может пролить свет на политику партии и правительства. Причем закрываются не только факты, которые показывают недостоверность утверждений власти, но даже то, что косвенно может вызвать сомнения в официальной позиции правительства РФ. Засекречены целые пласты информации, и на этом фоне Путин или что-то из его обоймы может нести любую ахинею, которую невозможно проверить. В последнее время закрыли от публичного доступа даже статистику, это конечная стадия государственного маразма. Публичные данные уже препарированы и не отражают действительности, а закрывать стали потому, что ее искусственность становится все более заметной. Так любимой темой Путина во время публичных выступлений стало то, что он вывел страну из пандемии, и жизнь вернулась в докризисное русло. Но если бы он просто так это сказал, было бы еще ничего. Но спичрайтеры считают, что для пущей важности речь надо снабдить какими-то цифрами и подробностями. И чтобы все выглядело красиво и пристойно, за уши притягивают статистику, которая уже начинает трещать. И это замечают даже лояльные российские СМИ. Росстат продолжает генерировать поток статистических чудес, уносящих экономику из бедности и отсталости в волшебное королевство прорывов и рывков. В среду 1 сентября ведомство опубликовало данные об объеме вложений в основной капитал, которые показали невиданный за 9 лет инвестиционный скачок. И подробно описывается то, что такого не просто нет, но не может быть в принципе. И подобное происходит постоянно на самых различных направлениях. В итоге закрываются целые сегменты статистики, например, по количеству пенсионеров, состоянию с урожаем, запасам определенных групп продовольствия и т.д. Но это уже реакция на прокол, а большая часть засекречивается системно. Так закрыты все данные, которые касаются Путина. В нормальном мире первое лицо обязано быть полностью прозрачным, даже в плане здоровья, не говоря уже о доходах, составе семьи и того, чем оно занимается каждый день. Это естественное положение вещей, потому что власть, особенно на таком уровне, обязана быть подотчетной. Правда, Трамп пытался изменить эту практику, закрывая личную жизнь и финансы. Но в США никому в голову не приходило, что президентом изберут профессионального мошенника, который будет использовать несовершенство законодательства, чтобы не просто что-то скрыть, а уходить от ответственности за совершенные преступления. Но в данном случае важно не это. Путин создал целую категорию событий, закрытую грифом секретности и касту неприкасаемых, в которую входят его окружение и чиновники разного масштаба. Он запустил законы, которые отсекают возможность узнать не только характер и объем доходов этих лиц, но и гражданами каких стран они являются. История повторяется. Жену Николая Второго обвиняли в том, что она действует в интересах к Германии и все неудачи на фронтах Первой мировой от того, что Королевский двор был наполовину немецким. Так оно и было. Владимир Ильич тоже действовал в пользу Германии. Он почти 20 лет жил за пределами Российской империи. А если внимательно присмотреться к тому, где и как он жил, то можно сделать вывод, он и не собирался возвращаться в эту дикую страну. Просто получил предложение, от которого невозможно отказаться, выраженное такой суммой в золоте, что он за всю жизнь столько не видел. Поэтому и вернулся делать революцию в запечатанном вагоне. Кстати, в 1917-м с Лениным вернулась целая группа товарищей, которые тоже очень долго проживали в Европах. А в каком статусе они находились там десятилетиями? Под данными каких стран они были по состоянию на весну 1917-го? Их преподносили как вождей российского пролетариата, но пролетариями никто из них не был точно, и вероятно, что и российскими они уже давно перестали быть. Вот и с товарищем Путиным та же история. Кто-то в курсе, сколько у него паспортов и каких стран. А у дочерей? Все это предусмотрено и прикрыто заранее. Это не Песков и Лавров, чьи отпрыски не просто находятся в странах НАТО, но и получили там гражданство. Эта информация засвечена давно, и скрывать ее нет смысла. А как быть с этими Песково-Лавровыми, как у них с ксивами стран, которые они объявили врагами? Узнать это невозможно, как и то, за какие шиши товарищ Песков собрал коллекцию часов, которые могут себе позволить арабские шейхи и миллиардеры. Информация закрыта законодательно. Закрыто все, на чем держится квазисовковая идеология РФ. В результате Путин, Лавров и т.д. что-то рассказывают о Второй мировой, то, что наглухо закрыто в спецархивах, и никто не может проверить эти утверждения. Зато любого могут посадить за альтернативную историю, несмотря на то, что реальные факты они спрятали. За время правления Путина на нем висит столько трупов, что Милошевич с Караджичем мелочь по карманам тырили по сравнению с этим мясником. 1 сентября отмечали очередную годовщину Бесланской трагедии. Материалы расследования тоже засекречены, хотя не следственными действиями. Давно установлено, что официальная версия не имеет никакого отношения к реальности. Известно не только то, почему там произошла бойня, но и кто отдал приказ сделать первый выстрел. Но кровавый палач приходит на встречу со школьниками и что-то рассказывает о том, что все вокруг негодяи, а он витязь на белом коне. И вот на этом фоне интересно выглядят новости Белого дома. Ссылаясь на предвыборное обещание, Байден подписал указ, приказывающий Министерству юстиции и всем соответствующим ведомствам пересмотреть рассекречивание документов, связанных с расследованием теракта 911. Затем Министерство юстиции планирует опубликовать документы в течение следующих шести месяцев. Вот как выглядит разница между нормальным миром и параллельной реальностью Москвы.